50 оттенков мерзости, насмотревшись взрослых фильмов. В Москве женщина встретила Новый год в наручниках. Об этой пикантной истории расскажет наш корреспондент Анна Забродана, выходит на прямую связь со студией. Аня, привет. Уже понятно, кто придумал для девушки такие жестокие игры? Да, Светлана, здравствуй. Ну, сложно достаточно разобраться в взаимоотношениях, но дело было следующим образом. Компания друзей, три человека, это пара и их общий друг, продолжали отмечать Новый год и решили поразвлечься весьма необычным образом. Стали приковывать друг друга наручниками к разным предметам. И вроде бы все должно было закончиться хорошо, пока тот самый друг не ушел домой вместе с ключами. И как позже выяснилось, куда он их дел, вспомнить уже не смог. Но при этом пара заснула. Утром уже, когда проснулись, обнаружили, что у девушки на ноге застегнуты наручники. Вот попытались они самостоятельно высвободить заложницу. Не удалось им это, когда уже мужчина понял, что все методы опробованы, решили вызвать сотрудников МЧС, которые и открыли наручники. МЧС приехали. Сейчас Мария чувствует себя нормально, медицинская помощь ей не потребовалась. В общем-то, даже никаких следов или синяков от наручников на ноге у нее не осталось. И по всей видимости, веселая компания продолжает отмечать новогодние праздники. Светлана. Смотрю, барышня была на веселе. Они не собираются продолжить в точно таком же духе. Ничего вам об этом не сказали? Я думаю, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями подобной ситуации. Потому что, как я уже сказала, вероятнее всего ребята продолжили праздник после нашего ухода. Да, неизвестно, кого пристегнут на этот раз. Спасибо. Это была Анна Заброда. Она рассказала историю москвички, любительницы БДСМ, которая провела ночь, прикованная наручниками. Повторять не рекомендуем. Спасибо. Спасибо.